Данное совещание у нас проходило примерно где-то около года назад, но актуальность этого вопроса все равно остается. И в связи с тем, что материалы, которые поступают к нам для дальнейшей работы, несколько отличаются от того, что хотелось бы видеть. По обеспечению тишины и покоя исполнение данного закона в Московской области возложено на нас. Но первоначальный материал, который вы готовите, он ложится в основу любого административного дела. Скажу, какие ошибки, какие недочеты, потому что из-за этих недочетов у нас получается так, материалы начинают гулять между двумя ведомствами. Вы должны руководствовать в своей работе. Это кодекс об административных правонарушениях. И все прекрасно знаете, повторять об этом не надо, но все равно скажу, что при возбуждении дела об административном правонарушении, любого уголовного, административного, есть несколько факторов. Место, время, дата. Устанавливаем личность, опрашиваем свидетелей, собираем комплект документов и направляете в Госамтехнадзор. Мы рассматриваем материалы, возбуждаем по вашим материалам и направляем в суд на рассмотрение. Некоторые материалы попадаются всего лишь из двух листочков. Это сопровод и карточка, например, о нарушении тишины и покоя, которая поступила со 112. Ни одного материала больше нет. Вот, к сожалению, по таким материалам мы вынуждены их возвращать обратно на доработку. Вот вы пример привели, приезжает сотрудник ППС в 3 часа ночи, там зритель говорит, я от заявления отказываюсь, отказываюсь, тишина все перестала нарушаться, да? А в этом случае не будет ли потом заведомо ложный вызов сотрудников полиции? Получит участковый материал, посмотрит, а оказывается ничего не подтвердилось. Я не хочу. Если действительно было нарушение тишины, присядьте, у нас, знаете, был случай, когда у бабушки в квартире постоянно нарушалась тишина. Участковый просидел у нее два дня. Два дня сидел услышать, что нарушается. Но, к сожалению, старость есть старость, что там кажется и что слышится, это непредсказуемо. Но в отношении бабушки будете возбуждать это дело или нет? Заведомо ложные показания. Почему нет? Находный ложный, что не ограничено. Ну, возможно. В случае, если отсутствует по восьмому пункту, сведения лица совершившего административного промышления, нет сведений, кто совершал. Принять процессуальное решение мы не можем. Мы в любом случае направляем материал вам. Сегодня мы совместно с полицией провели конференцию по соблюдению тишины и покоя на территории городского округа Истра. На сегодняшний день 73 возбужденных административных дела, это подтвержденные факты нарушения тишины и покоя гражданами было. И все они были привлечены к административной ответственности. В основном, конечно, нарушается это прослушивание музыки, это веселые кампании, увеселительные мероприятия проходят. Ну и, соответственно, когда в квартирах происходит определенный ремонт или перепланировка.